так всем привет как-то мне было видео одно по поводу замена аккумулятора фонаре эра на литий-ионный были до этого свинцовые аккумуляторы которые со временем пришли в негодность решила немножко это дело усовершенствовать так как проблема была в том что у меня не было контроля разряда и заряда аккумуляторов и как-то я случайно оставил фонарик включенный и ушел соответственно прихожу он уже не работает прошло очень много времени он полностью разрядился и в итоге вышло два аккумулятора из строя было у меня их 2 параллельно и последовательно сделано так там у меня аккумуляторы осталось у меня в общем два рабочих аккумулятора под них я приобрел на алиэкспресс вот такие контейнеры чтобы мне их не пришлось там связывать изолентой и сосоединять контактами или понять вообще не дай бог контакта чтобы не перегреть их и купил вот такой контроллер видно не видно распакую на самом деле очень маленький схемку я в конце видео покажу так выглядит он вот таким вот образом вот он контроллер заряда и разряда аккумулятора то есть не дает полностью разрядиться и не перезарядит соответственно тут есть вот п плюс п минус это у нас получается под подключение источника питания b плюс b минус это соответственно аккумулятор подключается и вот этот контакт б б что-то там написано в общем bm что ли очень в итоге это средняя точка грубо говоря между аккумуляторе bm да так ну вот принципе попробую я сейчас все это дело собрать ну и покажу вам что получилось да про фонарик расскажу немножко так фонарик светодиодный так что тут в нем есть соответственно блок питания есть который заряжает все это дело вот так вот выглядит блок питания он трансформаторный хоть и написано 9 вольт 300 миллиампер но на самом деле показывает все 16 так как он трансформаторные у нее нету стабилизации поэтому 9 вольт он показывает при нагрузке 300 миллиампер не факт что будет 300 миллиампер зарядка потому что зарядка зависит конечно же ток зарядки зависит от самого заряженного аккумулятора поэтому ставим контроллер подключаем за даже блок питания есть тут ограничительный резистор который только ограничивает 5 ваттные на 10 он который не даст не даст сгореть вот этому блоку питания потому что если мы включим без этого резистора то пойдут большие токи и соответственно блок питания может подгореть так ну все тогда смотрите на ускоренный процесс сборки и потом прокомментирую в конце что получилось и Продолжение следует... 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 на вот этот и посмотрим к чему это приведет надеюсь что просто так получилось что он разрядился гораздо быстрее чем другое или возможно не был заряжен до конца так смотрим какой из них у нас какой ну вот этот нужно заряжать так а вот этот нас и так понимаю что заряженный до 42 вольта соответственно поэтому и не заряжается это предел по напряжению сейчас я его поменяю целая проблема его снить оттуда пружинит обратно так вот у нас хороший заряженный аккумулятор ставлю туда аккумулятор который 32 вольта то есть вот три с половиной это 32 вольта факту по идее зарядиться быстрее который 35 особо упаковывать сейчас не буду для того чтобы проверить единственное что надо сделать что тут ничего не замкнуло так зарядку подключил как я понял почему он не заряжает потому что блок питания выдавал 17 вольт этом максимуме его без нагрузки соответственно нагрузки не было так он трансформаторный и под нагрузкой бы сразу было падение напряжения вот зарядка пошла указать не 17 7 вольт зарядка идет что у нас с этим 348 соответственно этот блок 32 он уже оказывает больше потому что зарядка идет 34 так все зарядка идет отлично га не запыта хотя тут меня подписан что он неисправен контролируем вот этот аккумулятор контроллер не греется 25 градусов все отлично ну все таки тут более хитрая система зарядки потому что вот этот аккумулятор который у меня был разряжен он сейчас заряжается очень маленькими токами при этом вот этот аккумулятор который неисправен которая нагревается у меня то есть у него не идет ток зарядки но он при этом нагревается его температура 35 градусов при этом температура вот этого 28 всего комнатная температура и напряжение на этом не растет на этом тоже не растет потому что он сам по себе не исправим то есть зарядка идет какая-то интеллектуальная интеллектуальная зарядка поэтому как бы я все перестану сейчас заряжать и поставлю себя сюда рабочий аккумулятор вот вместо этого который греется напряжение не растет выше трех из семьи вольт и соберу его до кучи то есть принципе он должен заряжать таким образом чтобы они зарядились одновременно и полностью потому что как я и сказал что этого ток уменьшим заряда у этого большой был ток заряда значит он как-то регулирует его первоначально просто был аккумулятор этот полностью заряжен и сама схема не могла зарядить это аккумулятор потому что срабатывала система защиты не система уменьшения таков вот так вот сейчас соберу его до кучи и буду пользоваться в процессе буду заряжать разряжать а потом посмотрю что будет все всем счастливо надеюсь мое видео было интересным а сейчас я в забыстренной съемке покажу как я собрал как он у меня светится все всем пока и 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 Продолжение следует...